С минуты на минуту начнется экстренное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке по ситуации в Украине. Какие настроения у дипломатов и какими аргументами будет апеллировать российский постпред в ООН? Чуркин расскажет наш коллега в Нью-Йорке Евгений Маслов. Совет Безопасности ООН сегодня собрался на заседание в связи с ситуацией на Украине в экстренном порядке. До начала Совбеза его члены отказывались от каких-либо комментариев и выглядели довольно взволнованно. Разумеется, главный вопрос это поступающие сообщения об участии российского контингента в боевых действиях на востоке Украины. Представитель Великобритании единственно сообщил журналистам, что члены Совбеза рассчитывают услышать от России объяснение по поводу того, почему ее военнослужащие находятся на территории Украины. Судя по всему, у западных дипломатов уже нет никаких сомнений в том, что российские войска находятся на территории Украины. В этой ситуации Совбез должен сегодня сделать свое заявление по этому поводу и определиться с тем, какая будет реакция ООН на действия российской стороны в дальнейшем. Судя по всему, представитель России Виталий Чуркин будет все отрицать. По крайней мере, об этом можно говорить по опыту прежних заседаний. Я думаю, что на Совбезе следует также ожидать довольно резких заявлений в адрес России со стороны США и западных союзников Соединенных Штатов. Что же касается реакции непосредственно Соединенных Штатов, то Госдепартамент уже высказывался по этому поводу, дав понять, что у Вашингтона нет сомнений в том, что российские военные на территории Украины и представитель Госдепартамента Джен Псаки в частности заявила, что по данным американской стороны на востоке Украины идет направляемая Россией контрнаступление. И это, безусловно, вызывает, по ее словам США, глубокую озабоченность и обеспокоенность. Официальный Вашингтон также фактически обвиняет российскую сторону в нежелании говорить правду о своих действиях. Сегодня ожидается, что в вторую половину дня по местному времени свою официальную позицию обозначит и Белый дом. Евгений Маслов специально для подробностей. Интер. Нью-Йорк.